Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав. Садитесь поудобнее, приготовьте что-нибудь вкусненькое и приятного вам просмотра. Да что бы обязательно с пулеметными, ведь если сейчас такая мода в пустоши. А как встретят на своих жужжалках нормальный такой мощный краб, да с пушкой большой, так сразу в штаны кучу кладут и сваливают. Во, в этом все они, летуны, порхают быстро, да только когда жареного доходят, так хрен ты их в первых рядах увидишь. А то как, горелка-то их технологичная, хрупкая. А я, знаешь, недавно модель новую собрал. Ох, где уже хороша получилась. Важ мощная на ногах. Одно удовольствие. И крепкая, и главное, маневренно еще при этом. А защиту имеет от милишников. Пальчики оближешь. Действительно, странность какая-то. Что-то ученые, похоже, накосячили. Ох, рука крыла. Значит-то, крафт хоть и на ногах, но колеса по бокам нужны. Иначе, представь себе, не идет. Я одного инженера спросил. Вы что рукожопой наделали? А он мне что-то млеет себе под нос про баланс веса, про гравитационные нагрузки, контура рамы. Ну, я ему в челюсти дал. Пущай гравитационную нагрузку. Контура зубов попробует. Но знаешь, как ни странно, все работает. Да еще и удачно получилось. Колеса по бокам хорошо, так борта защищают. Надежно довольны. Кабину, значит, выбрал дорогую, но мощную. Панцер называется. Хорошая кабина. Когда-то она была частью танка. Еще до катастроф. Вот умели раньше делать. Не то, что сейчас. Кабина прочная, с мощным двигателем, который способен тянуть на себе много груза. Да к тому же, довольно крепкая. Генератор тяжелый поставил. Ты знаешь, не пожалел. Да, он, конечно, весит до хрена. Но вот давненьше бой был. И мне рейдер один нехороший такой. Давай по генератору стрелять, пока я на него разворачивался. Я, значит, поворачиваюсь, а у самого в голове мысль звучит. Ох, сейчас рванет. А возле генератора еще и БК большая была. И вот пока я на него поворачивался, у меня вся жизнь перед глазами пролетела. И, как видишь, не рвануло. А не то фиг бы мы тут с тобой разговаривали. Боекомплект, кстати, взял расширенный. Он и крепкий, и БК много имеет. И, знаешь, вот не хватает одного. Так что не стесняйся ставить второй. Ну, венцом творения моего стали пушки-толстяк. Аж на целых две штуки. Мы их сперли у босса рейдеров одного. Пока эти идиоты, ужравшись какого-то алкоголя, дрыхли все. Мы там и гостиницу оставили. Так что весело им будет просыпаться. Ну, туда им и дорога. Так вот, значит, это толстяки довольно мощные пушки. Я даже сам часто удивляюсь. Мол, как так? В них столько урона входит, а они живут. Нет, оно и понятно. При том факте, что я их чуть бамперами прикрыл. Да так, что им не очень-то и мешает нормально стрелять. Да и прочность у них, дай боже, каждый. Аж целых 692 единицы. Вот, правда, за это весом приходится платить немало. В 1215 килограмм. Но броня она такая. Да и поворотный механизм тоже энергии требует. Так что вынь да положь 6 энергии на одно орудие. Быхзапас, вот, правда, маленький. Всего 10 снарядов. На нормальный бой не хватает. Да блин, мне даже на одной фиолетовой БК часто не хватает, буквально впритык. Но знаешь что? Радует. Пушки все-таки настолько крепкие, что этот БК я почти всегда отстреливаю до упора. Кстати, импульс у пушек офигеть не встать. 12 тысяч на снаряд. Перезарядка, кстати, аж целых 4 секунды. Да к тому же есть уникальный бонус. Я вот, правда, опять же у инженеров спросил, мол, как так получилось, что когда я попадаю, оружие перезаряжается быстрее? А они мне, значит, говорят, что, мол, баланс какой-то и ГМ, и им так сказали сделать. При этом глупо хихикают и в стену залипают. Странные люди. А перку орудий все-таки странный. Коли ты попадаешь по крафту, противник, так перезарядка на 0,5 секунды быстрее. С чего бы это вдруг? Непонятно. Но работает. Ну, а теперь уже, друзья мои, по традиции, примечания от меня. От автора, собственно говоря, этого крафта. И тут уже не по тексту, тут уже, как говорится, от души. Знаете, крафт я тестировал два дня. И по общим результатам остался довольный. Единственное, что очень часто раздражают колеса. Когда отрывают передние ноги, крафт падает на ножи. Если отрывают ножи, у меня там под нищим, если вы обратите внимание, есть ножи. Так вот, если отрывают ножи, крафт падает на колеса. И вот тут начинается полная жопа, потому что стрейф теряется, так как мы все-таки на колесах. Однако, в любом случае, колеса показали себя хорошо, потому что они очень хорошо впитывают фланговый урон. И, знаете, очень часто действительно заставляют даже меня удивиться. Вообще, сам по себе крафт оказался очень крепкий. Он попадал в бои против ховеров и против тяжелых противников. И во всех случаях показывал себя замечательно. Как мощный, крепкий, надежный крафт с хорошим орудием. Кстати, про орудия тоже можно сказать. Орудия действительно поражает. Поражает своей невероятной прочностью. Вроде 700 единиц. Ну, это курам на смех, если так по-честному. А орудия реально живут куда больше, чем на 700 единиц на этом крафте. Мне почему-то кажется, что все-таки потому, что я их немножко прикрыл бампером, постоянно двигаюсь и урон размазывается. Часть по одному орудию, часть по другому, часть по кабине. Это тоже очень важно. Потому что орудия очень редко действительно ошибают. Зачастую крафт разваливается, а орудия все еще живут. Поэтому, друзья мои, если вы сомневались брать или не брать, я однозначно скажу, что брать. Правда, вот, конечно, как я уже говорил ранее, грузоподъемность — это их ахиллесовая пита. Спасибо за просмотр, друзья мои. Крафт на выставке можно найти за названием Кобвэп 6. Сделал я его еще вчера, по сути своей. Выставил тоже вчера. Крафт стоит, наслаждайтесь. Если что, название крафта есть в описании под видео. Ну, а данное видео подошло к концу. Буду рад, если вы отпишетесь в комментариях под видео ваше впечатление от крафта и что бы вы в нем доработали. Давайте, действительно, сделаем этот крафт лучше вместе. Потому что пулеметный крафт один свой я делал несколько месяцев. Реально, прямо со всеми зрителями. Пока, правда, не нерфанули ни пулеметы, ни кабины. И все это нафиг не накрылось. Ну, ладно. В общем, спасибо за внимание. С вами был Владислав. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok